Значимость контроля за состоянием пожарной безопасности трудно переоценить. Ведь от того, насколько точно соблюдены все необходимые нормы, напрямую зависит жизнь и здоровье людей. Поэтому и проверки проходят со всей строгостью. Сегодня осмотр учреждений начался с Ленинского центра занятости населения. Особое внимание уделили планам эвакуации в случае пожара и наличию необходимого инвентаря для тушения возгорания. Смотрим пожарный щит. Инструкции по пользованию. Так, огнетушитель. Все у нас в соответствии с установленными сроками использования. Ведро, песок. Обязательным является проверка эвакуационных путей и выходов, а также возможность людей вовремя и беспрепятственно самостоятельно покинуть помещение. Подробное изучение нормативной документации и журналов проведения противопожарного инструктажа среди сотрудников учреждения – еще один важный этап этой работы. Замечание небольшое было сделано. Как пояснил нам директор, оно уже находится в стадии исправления. То есть планы эвакуации более современные нужны, которые будут в темноте видны и будут читаться. В принципе, состояние хорошее, то есть все меры пожарной безопасности здесь соблюдены. Без внимания не остался еще один важнейший социальный объект – центр «Вера». В связи с тем, что здание двухэтажное, а посетители учреждения в основном люди пожилые, и некоторые передвигаются только на инвалидном кресле, вопрос о соблюдении всех норм противопожарной безопасности стоит жестко и имеет свою специфику. Для экстренного покидания помещения предусмотрены мобильные пандусы. Также был продемонстрирован принцип работы пожарной сигнализации. Все, она автоматически пошла. После этого сработала система громкоговорящейся. При срабатывании того или иного кнопочного извещателя срабатывают вот эти семь датчиков, которые стоят здесь. Они означают соответствующий тот или иной холл, правая и левая сторона. Будет гореть прерывисто светодиод пожар и мигать зона, где возник этот пожар. Центр Веры имеет в арсенале защитные капюшоны-самоспасатели, которые позволяют защитить органы дыхания, глаза, кожи лица и головы от продуктов горения, а также негативного воздействия газообразных веществ и паров опасных химикатов. Это в обязательном порядке должно в каждой организации быть пожарная безопасность, поскольку это здоровье людей, безопасность людей, и для этого принимаются все меры в нашей организации. Столь тщательные проверки будут проходить и дальше в учреждениях Ленинского района. И компромисса здесь быть не может, ведь на кону наша жизнь. Алексей Мельников, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.